Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители этих канала Daily Europe Online. Я с большим удовольствием представляю вам мою сегодняшнюю гостью Мартина Малека, независимого политолога из Австрии. Здравствуйте, господин Малек. Здравствуйте. Для зрителей я напомню, что на канал необходимо подписаться, необходимо поставить лайк, необходимо оставить комментарий, ибо это единственные работающие инструменты для беззаплатного и эффективного продвижения видео в YouTube. Поэтому, пожалуйста, уже мои друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Это очень-очень важно. И, естественно, выкладывайте видео в свои социальные сети, шейте это видео, шлейте его знакомым, друзьям, делитесь этим видео. Это очень важно, потому что это поможет распространить это видео, поможет ознакомиться с этим видео как можно больше зрителей. Сейчас мы двигаемся медленно к отметке 15 тысяч зрителей. Осталось совсем немного. И поэтому, уважаемые друзья, подсобите этому процессу. Это много времени от вас не потребует. Ну что ж, господин Малек, после этого вступления, давайте с вами перейдем к актуальной повестке. Итак, мы с вами писали интервью с Олигаром Белизадеем, политологом из Азербайджана. Но вот не прошло несколько дней. Как вчера стало известно, что Азербайджан установил КПП. Азербайджан установил КПП возле Латчинского коридора, при въезде в Латчинский коридор. Латчинский коридор — это дорога, которая связывает Армению со Степанакертом, столицей непризнанной территории Нагорный Карабах, которая в соответствии с международным правом и Конституцией Азербайджана является суверенной территорией Азербайджана. Естественно, что Армения тут же обратилась к России, потому что Россия, по идее, должна была патрулировать этот Латчинский коридор. Но Россия ничего не сделала. Очевидно, что это некая договоренность между Россией и Турцией. Фактически Азербайджан полностью изолировал вот этот непризнанный режим и осуществляет дополнительное давление на Армению по разрешению на конец вот этих всех территориальных историй и, собственно, восстановления конституционного контроля над регионом Карабахом, регионом Азербайджана. Что здесь для вас интересно, господин Малик, когда вы смотрите со стороны на эту ситуацию? Ну, это интересно в любом случае для людей, которые интересуются и занимаются Южным Кавказом много лет, как я это делаю. Я им интересуюсь на стивоноских и с тех пор стараюсь следить за событиями там, потому что значение этого региона в Центральной Европе, Западной Европе, да вообще-то на Западе не совсем понимают или игнорируют часто полностью регионы, вообще очень редко посвящается западных СМИ, но в возрасте только тогда какая-то война, когда какой-то самороженный конфликт рассмороживается, так сказать, но и только там может быть та. Ну, и в таком случае не всегда, но часто посвящается так, что надо сомневаться в компетентности людей, которые которые оттуда сообщают или вообще не оттуда, а откуда-то еще, например, из Москвы или откуда-то еще. Ну, такое было в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, под совершенно трудными предлогами, потом через несколько раз заключили какой-то договор под посредничеством Европейского Союза, кстати, договор, который Россия никогда не соблюдала. В этом договоре, например, ясно и четко сказано, что Россия должна вывести войска на те позиции, на которых они стояли до начала боевых действий, этого не было сделано за 15 лет, и Грузия на это много раз упрощала внимание, но я просто не интересуется. Ну, он просто ничего не делает. И из всего этого, ну, и потом война вот между Азербайджаном и Арменией во время пандемии, где Азербайджан, ну, конечно, с большой поддержкой в Турции практически победила и вернула большую часть этих территорий, которые до сих пор контролировали, но и из Республики Арменией, и из Карабаха. Но из этих кузинских событий, можно делать разные выводы, которые, к сожалению, на Западе так и не были сделаны. Например, один очень важный вывод, даже когда президент России, ну, тогда Медведев ставит свою подпись куда-куда-то. Это далеко не означает, что Россия потом и будет соблюдаться все, что было сказано в этом действующем документе. Ну, это, конечно, это не только с временом Медведева, это до Медведева и тем более после Медведева тоже уже имело место. Но почему я это подчеркиваю? Потому что на Западе всякие люди далеко неправильные экстремисты, которые пока по своим политическим традициям сопутнены. Нет в политическом центре. Те, которые говорят, что надо обязательно и просто сегодня начинать, потому что завтра будет поздно, потому что Путин будет использовать ядерное оружие в Украине или типа того. Надо сразу начать переговоры с Россией и надо тут же какой-то договор переговоры подписать. Люди, о чем вы говорите? Путин не соблюдает никакие документы. Никогда. Даже те не соблюдают, которые он сам подписал однажды. О документах, которые другие, ну, как раз подписали. Вот это, что Медведев не говорит уже об Ельцине. Что эти люди, эти кремлевские лидеры подписали. Это просто Путин вообще им это совершенно интересно. пресса. И, ну, что еще думать, что человек, которые буквально несколько дней такого крупного масштабного устрашнения в Украине, 24 февраля прошлого года, своим собеседникам еще говорил, что он ничего подобного не планирует. Вот с этим человеком нас ходят вести проговоры и настаиваться на дел беседности частично. Вот вот этот вывод и некоторые другие можно было сделать из кузинских и других событий, естественно, но не будем соблюдать события с этими минскими так называемыми соглашениями, которые Россия тоже никогда не соблюдала и соблюдать не собиралась никогда. Это надо понять. На Западе, понимается, это все, мало кто это знает. И те люди, которые знают, что у них нет политического влияния. Если есть политическое влияние, только нет знания. Или в тех редких случаях, когда есть и влияние, и знания, то есть редкие случаи, это чертвы. Так то обучение плечами говорит, что нам делать, что Россия получает странами, такие маленькие славянки, кому-то мы получаем от Путина, но он нам отключит. Все это после того, как нам десятилетиями, десятилетиями, действительно, с конца шестидесяти, рассказывали, что это настолько надежно этот газ из СССР и потом из России, что надежно не просто пить, не может. Вот те же сами люди нам стали рассказывать, что ой, нет, мы тут ничего не можем сделать, иначе путев отключить нам газ. И все эти бесконечные противоречия тоже у нас мало кого уволновали. Понимаете, по сути дела, это все один сплошной бардак. И если плохо у нас все плохо понимаешь, что Донбасс, где находится Пахмут, что такое Николаев, где находится Крым, что там творится, а кто может рассчитывать этих западных политиков, что они разбираются на Южном Кавказе, что такое лачинский кроидор. Я уверен, что 99% австрийских политиков не слышали об этом. Это совершенно неизвестно и неинтересно. Они допустим, допустим, я знал бы, вот так они рассуждали. Ну и что? Это мне не прибавляет никакие дополнительные голоса избирателей. У нас вчера, например, в провинции Сальцбург были выборы. Ну, кто по такому поводу обсуждали Южный Кавказ даже Украину не обсуждали. Это было интересно, хотя надо сказать, что рост цен играет сейчас очень важную роль во всех избирательных кампаниях, в СМИ и так далее. и вот слушаю людей на улице, о чем они говорят, если в принципе только вот эта тема, рост цен. И кричат правые и левые популисты, хотя еще раз, не только они, кричат они, вот надо прекратить санкции против России и все будет чудесно. И только цены будут снижаться и все будет прекрасно. И вообще зачем нам не сказано альтернативе путевскому газу можно и в будущем прац-вас но и татарь. То есть в этом отношении вот все это очень сильно присутствует. И я думаю, что так будет еще на ближайшие годы. Господин Малик, идем с вами тогда собственно дальше по повестке дня. Итак, на прошлой неделе собственно это уже обсуждали в разных форматах три приговора против российской представителя российской оппозиции это Крамурза Яшин Навальный и собственно перепалка между Навальным и Ходорковским по поводу одного из сотрудников Ходорковского который раньше работал в Башкокорстане собственно нам здесь интересно что Ходорковский дал интервью одному из этих каналов в котором он сказал что в принципе политика не делается в белых плечатках и нужно если человек отрицает российскую агрессию нужно показать что у российской бюрократии есть выход наверх у представителей российской литы есть выход наверх и для этого Ходорковский он собственно готов отдавать какую-то перспективу бывшим чиновникам путинской системы в широком смысле этого слова вот как вы считаете это действительно трезвая политика смотреть на мир в черно-белых красках понимать что не все так однозначно в этом мире и давать возможность чиновникам путинского режима выйти на волю от Путина просто признав преступление путинского режима а тут мне кажется что как говорится Ходорковский делит шкуру неубитого медведя по-моему таковая а кто этот неубитый медведь это сам Путин который как общеизвестный и как безусловно и Ходорковский знает поэтому я не понимаю о чем здесь говорить сидит в своих бункерах которые он покидает только чтобы я не знаю какого-то посланника из Китая или какой-то еще принимать и все сидит там со своими экранами и что там я не знаю чего победы и пахмуты или ничего и поэтому рассуждаться так как Ходорковский лучше ты и уезжай потому что если нет тебя рестуют и он отвечал всем доклада вот что я же патриот но он потому сидел вместе со своим патриотизмом они в твоем сидели и сидеть в тюрьме как известно топили всякие другие один господин малик подождите здесь просто очень важно сказать что вот эта ошибка пока ну который я например замечающий часто своем анализе а когда ты анализируешь ту или иную фигуру нужно анализировать исходя из ценностей то или иной фигуры исходя из ее истории вот если мы говорим о ходорковском ходорковский принял очень тяжелый выбор нежды например мне принял этот выбор уехал другие представители шахновский по моему он тоже уехала из группы ходорковского за руководство собственно ходорковский он принял для себя единое возможное решение учитывая то что все таки но как бы отъезд из россии это по сути означал проигрыш этому режиму это по сути означало потерять компанию на так и потерял этот момент этого он этого не понимал с другой стороны возможно мы давали за гарантии и он понимал сюда он возможно сядет но сядет как условно это владимир гусинский на несколько дней потом его опустишь в 2000 году был пример владимира гусинского сажали на несколько дней бутылку потом он выходил то есть возможно ходорковский имел какие-то переговоры с тем же волошином и с другими людьми зельцинской администрации которые остались при пути не которому гарантировали что возможно даже еще байс гарантировали некую неприкосновенность в рамках его фронды поэтому я думаю что до сына стены была до готовность ходорковского эти до конца по-пацански с другой стороны просто уверенность в том что ну скажем ему прогарантировано короткое пребывание за решетку а кто ему это гарантировал ну я только чтобы или кто не на подождите был лишь после того как ходорковского посадили а тут же волошин руководитель администрации путина он подал в отставку волошин это было наследие ельцин александр стали чего проще начинал слогова за березовского то есть а если он подал в отставку логично предположить что волошин был одним из тех которые уверял ходорковского что вот этого не случится прошу ходорковский это все-таки один из тех людей который ходил когда-то 7 банкирщину который был близок семей так далее так далее то есть у ходорковского все-таки но были какие-то надежды или по крайней мере ему создавали иллюзию что есть надежда но если волошин подал в отставку значит и он верил в то что скажем гарантии данных о дырковском это серьезная гарантия насколько я помню ну конечно это достаточно давно 20 но насколько я помню как-то о причинах отставки волошина либо ничего не вовсе не сообщили официально либо но какие-то общие слова но в связи с переходом на другую работу как это всегда в таких случаях что это ставка была связана именно с ходорковским вот об этом я слышу сейчас от вас правее и я допускаю что это так было это это не исключено это не исключено но особо то касательство я до сих пор еще не видел то есть за прошедшие 20 лет я не видел по моему отправили волошина в отставку потому что как вы сказали он отстал он остался и своими он ельцина и путин уходил знали не только пофейте на подождите вот я сейчас проверил пока вы говорили ходорковского задержали внимание 25 октября 2003 года волошин подал в отставку 30 октября 2003 года но не вы не явно свечку не держали но просто логично предположить что если отставка волошина произошла спустя пять дней после ареста ходорковского значит эти два события не были связаны просто нет но это просто даже если не брать внимание свидетельства очевидцев которые говорили о связи этих двух событий но волошин объективно он ушел из-за ходорковского наверное уже накопилось к тому моменту некоторые противоречия но в каплей финальный стал от арест ходорковского что волошин был человеком который казался ходорковского понимает логику поведения путина с другой стороны арест ходорковского это означал проигрыш и существенное снижение позиции семьи по отношению к группировке пришедшие вместе с путиным из питера да здесь такая была многоходовка которая говорила о том что в принципе волошин из реального политического игрока превращается в королеву который ни на что не влияет естественно он ушел от власти но триггером стала посадка ходорковского даже по датам господин малик но мы это видим но 5 дней господин но может быть хотя может быть и нет и я просто я просто не беру судить но как бы то ни было как кодаковский мог мог верить слову кого-нибудь из путинской президентской администрации он он же должен был без нас в порядке уже но в своей собственной стране господи где он стал миллион миллиардером так так он должен был без нас как там делать политики он должен быть путин так тоже было третий год у власти надо уже было понять что за человеке что ему нельзя верить господи я это в 99 человек посидели кресло премьер-министра смотришь на этого человека на экране и смотришь ему в лицо и все понимаешь ты же понимаешь что за человек что он способен а как мог 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 ходорковский этого этого непонятно но есть такая версия что что на одно и на одном соседании в кремле но под председателем путина естественно с ходорковскими и с разными и некоторыми другими но ликархами руководителями российского бизнеса ходорковский с точки зрения путина так сказать сошел слишком далеко потому что он раз критикового вот коррупцию российского госаппарата и плохой поведение вообще подношение крупного бизнеса то есть такая версия что это это путина настолько разусленно потому что он это принимал естественно на свой счет что он решил вот этого человека ничтожить любой ценой ну любой ценой попал я смотрите я пока вы говорили посмотрел коммерсант газету известную российскую которая за 30 октября 2003 года сообщает о связи этих двух событий и дальше ссылка на того же ларионова которая в тот момент был при путине он был экономически советником шерпой он тоже подтверждает отставку волошина в связи с вестом ходорковского то есть это принципе может быть это связано с быть кафа может быть ладно мой бы так все-таки господин маленьк вот согласно ли вас позиции ходорковского которые считают что нельзя людей делить на святых и грешных нужно просто понимать что ну есть разные люди людей свой background вы знаете господин малек я не поленился я вчера посмотрел биографию некоторых людей вот например ангела меркель узнали что ангела меркель она была на секундочку секретарем районного отделения союза немецкой молодежи попросту гадаровского комсомола отвечала за пропаганду это не было леших бальцирович отец реформ в польше он тоже был коммунистической партии польши и он одно время точнее не был коммунистической партии польши наработал в институте партийном в польше в течение нескольких лет то есть точно так же как гайдар в россии то есть я к чему говорю что а ходорковский то по сути он прав что люди из ниоткуда взяться не могут люди которые вообще себя но собственно они реализовали к 30 годам 35 40 когда они не могут претендовать на условно приход власти после путина то есть мало крикнуть долой путина то есть путина путина на нары нет но это это смешно то есть так или иначе а те люди которые делали карьеру при путинском режиме но на вторых ролях просто потому что не было других альтернатив как в гдр либо в польше они же при других обстоятельствах при другой политической верхушки воли будут проводить диаметрально другую по тип политику здесь ходорковский прав то есть нам что шашечки или ехать нам говорить да либо действительно планировать жизнь после путина я могу еще рассказать что я я не понимаю вот все это планирование на на жизнь после путина какого после путина путин есть люди саймитесь в том виде в котором он видимо действует сожалению вот не надо готовиться к этой жизни после путина зачем это трата времени я не вижу никакого сначала сначала вот все которые так рассуждают пусть сначала убирают путина потом можно все остальное обсудить но ходоковский тоже видимо не знает как это делать это это особенно как-то край комично учитывая что сейчас новых нижних магазинах вене лежит книга именно ходоковского и называется в переводе приблизительно так аспока для начинающих революционеров качьянам этот воски решим но это снимет сквозь я не знаю на каких языках эта книга еще уже ну и и и извините господин город ну сверните наконец-то путина чего вы ждете не пишите умные книжки ни к чему это не мы хотим видеть практическое действие но мы его пока не видели он сидит где-то я не знаю в лондоне по моему или швейцарии а вот и умничает о жизни после путина сейчас нет жизни после путина мы живем еще при нем вот этой ситуации надо заниматься и все и что будут делать и чиновники даже если путин завтра ну или чиновники будут оставаться на своих местах как большинство из них и девяносто первом году осталось на своих местах господин малик валерий пекарь общественный деятель и предприниматель украинский опубликовал статью которую назвал примерно так что украина может выиграть войну но проиграть мир украина может выиграть ну на проиграть мир имеется ввиду что до украина в состоянии победить вернуть все свои территории оккупированная россии включая временно аннексированный оккупированный кран например это происходит украина возвращается границы девяносто первого года об этом говорит руководство украины мне нет основания этого не верить тем более если так часто политики говорят об этом понятно не ставят на эту репутацию и для президента зеленского вернуть крым это означает выйти в историю украины все . и и для всех и для буданова для других руководителей украины и спецслужб украины вот предположим украина возвращает все время на первой россии территории и наступает завтрашний день завтрашний день это возвращение военных домой это интеграция их мирную жизнь это проведение реформ это снижение коррупции это вступление в НАТО и европейский союз это правильная приоритизация того что необходимо делать в конце концов это возвращение тех украинцев которые уехали в европу и которые на самом то деле очень нужны украине да это наши люди это украинские люди вы согласны с такой постановка вопрос что войну выиграть мало важно не проиграть мир то есть не проиграть ту реальность которая сложится после войны потому что мы понимаем что путин никуда не исчезнет россия никуда не исчезнет и если украина не будет быстро модернизироваться она просто будет лакомым куском на тарелке для очередной агрессии какого-то кремлевского диктатора это это запрос можно конечно поставить можно вот запрос имеет право на существование но для меня я все-таки считаю что сейчас надо все-таки сосредоточиться на решение текущих задач на поле битвы это сейчас самое главное потому что сейчас уже думать о том что будет после премьер это как то же самое стоит о том что будет после смерти путина путин шиф и и думать о том что будет после войны можно но война еще идет причем жестоким образом и украина каждый день вот теряет вот своих ну не только сыновей да а все это тоже люди которые в принципе станут не очень нужны там там люди умирают а это сам по себе страшная загадка и потому что человеческие жизни вернутся это тоже аспока как как будет и я считаю что вопрос немножко прежде времени он потому что потому что неизвестно каком состоянии вообще украина будет при окончании этого я допускаю что что западные страны все-таки хотят будут настаивать на каких-то переговоров с россией бессмысленных с моей дочкой сына меня никто не будет спрашивать до скажем до деоккупации крыма и и я такое допускаю и это уже не которых наших разговорах говорил и я это допуск я этого поюс что могут быть какие-то переговоры с путином до деоккупации крема идут и оккупации тоннбасса потому что это опять ничем не кончится поэтому надо сейчас вот решать на сущные вопросы связи с войной думать о том что будет потом ну можно это конечно никого никому не запущают это делать но я считаю что это все таки немножко от ну а и смотрите господин мальк а продать проблем господин маленького давайте так вот не все люди но объективно говоря да они участвуют военных действий там ищет кто-то занимается бизнесом принимается к деятельности потому что экономика страны должна жить кто-то вот философство пишет статьи про прямой сходильности как валерий пекарь например а кто-то например арестович обсуждают потом эту статью значит это другой вопрос да вот мы можем дебатировать в отношении там перспектив исхода этой войны да вот нам повторюсь мы исходим из гипотезы что украина возвращает все время на куперной территории и приближается границами с первого года почему очень просто об этом говорит постоянно украинская власть когда политики в украине демократическое государство постоянно говорят об этом это значит что владимир зеленский всерьез рассчитывает вернуть крым обратно под контроль украины и на этом поставил свою политическую сух политический политический мандат своим президентский мандат свой второй срок на пост президент поэтому вот мы исходим из этой максимум то вот сейчас к примеру вот война закончилась а вот и украина победила вот украина победила об этом говорит вот все вот судьи подняли и и как в боксе да вот они дали результаты противник вот что дальше до виде украины не австриям которая окружена сеть дружественными государствами у которых нет опыта порабощения австрии то ну разве только германии но это был очень короткий опыт да это относительное когда мы грима большинство в принципе австрия сама по себе было центром империи там украина обречена соседствует с государством которая всегда на нее будет смотреть как на часть своего имперского величия чем говорил джезинский нет украины нет империи вот в этой ситуации украины обязана быть сильно она не может быть как австрии например в этой в этом контексте вы согласны с позиции пекаря ну что-то такая опасность со стороны россии всегда будут с этим я с этим я согласен но я я уже видел некоторые статьи интервью с компетентами которые об этом и высказывались и по моему фокусы украине тоже об этом думают судя по по естественно вот тому что мы оттуда узнаем по моему даже сам зеленский об этом говорил например в своем выступлении в израильском парламенте что вот мы мы прекрасно вас понимаем потому что вы тоже украшены вот вражескими государствами и в этом плане израиль и украина каком-то сходном положении но украина не совсем окружена вражескими есть тружественные страны к ужасе украине самая главная опасность это из востока и севера пока пока на этом севере править лукашенко можем только надеяться что что правление лукашенко тоже не вечно потому что при другом президенте беларуси но будет и там естественно совершенно другая ситуация но пока есть путин и будет лукашенко с этим тоже надо считаться потому что может быть это так господа они очень любят друг друга но они нужны друг другу как как твой пьяных которые убирают друг на друга еще и идут вместе куда-то ну может быть в петлю но тем не менее куда-то идут и путин конечно не допустим что что свернуть лукашенко и есть есть такие аналитики которые говорят что если россия проиграет эту войну против украины тогда и путинский режим не выживет и я хорошо это будем надеяться можно сказать но я не совсем уверен что это правда почему это обязательно должно быть это я я не вижу тут так сказать железной связи между поражением против украины и и и подведем путинского режима хотя и может придет и я еще раз надеюсь что я уже боюсь другие говорят что россия в случае поигрыша положение распадется на америке части я тоже не уверен что это будет я даже почти уверен что этого не будет ну почему сейчас наш общий друг господин гюнтер фехлингер находится смену что-то америке прямо сегодня прилетел на конференцию посвященная свободе российских наций и будущего скажем а после распада россии там все прямо честь например слава наземцев для других людей конференции проходят вот таких таких конференциями обряды было уже много в польше по-моему это же было и еще будет много и что такие вопросы распада или не распада россии не решаются на таких вот таких конференциях в данный момент я и я допускаю что это для меня это пока но это может изменится конечно в любое время но вот учитывая то что мы сейчас знаем я я пою что и по окончанию войны но для успеш успешно начали вы не с точки зрения украины будет будет необходимость так сказать держать порох сухим другими словами надо заниматься одновременно некоторыми проблемами то есть естественно восстановлением разрушенных регионов страны вот это уже достаточно сложно будет достаточно дорого разумеется причем я надеюсь что украина наконец-то получит арестование российские активы с рубежом чтобы россия хочет или не хочет заплатила хоть частично это восстановлению украины восстановление того что она россия разрушала и потом надо и скорее всего во время этого восстановления еще большие деньги тратить на оборону на силовые структуры надо скорее всего строить фортификации на границах с белоруссии и пока там лукашенко естественно потом уже не надо на границах с белоруссии уж точно надо строить причем не какие-то символические да не не и какие-то собачки как это однажды было сделано после четырнадцатого года там надо действительно будут крупнее вот действительно крупные фортификации строить и гигантские мини поля составать и так далее чтобы чтобы случае чего опять знать что что все мудро господин малик это все требует больших средств там это что экономика на так работает что но то есть куда украине помогут с восстановлением не знаю кто заплатит за это восстановление пока то что вижу в европе нет единой позиции по поводу экспоприации российских средств находящихся в европе то есть есть и голоса которые считают что это нарушает а по сути но права собственности да чай права частной собственности права государственной собственности и они все так просто с скажем с этими деньгами но допустим даже какая-то часть средств она будет забрана у россии в пользу украине допустим европа америка поможет охотно верю украине но украина все равно она долгосрочной перспективе должна существовать за счет собственно ввп и за счет собственных возможностей а потому что национальная оборона мы теперь понимаем что в украине фактически ну вот вот это вот максима кто не кормит свою армию тот кормит чужую армию это вот там максима которая необходимо помнить что а единственный шанс избежать российской агрессии это просто финансировать как можно больше украинскую армию потому что тогда издержки подоб похожего на падение россии они естественно для россии будут расти изначально тогда россия не будет нападать понимаете ввязаться авантер так вот где эти деньги взять если экономика работать нибудь значит нужно чтобы экономик работал ну конечно конечно но это это тоже это тоже будет трудно потому что а кто хочет инвестировать деньги в стране которая частично разрушена это это надо иностранным инвесторам это надо коржу объяснять да и надо обязательно снижаться уровень коррупции что украине по-прежнему есть имидж я сознательно так сформулирую есть имидж то там о невероятно много коррупции в россии есть не меньше коррупции скорее всего даже больше и и ты которые все время указывают на коррупцию в россии не как-то не очень-то беспокоились о коррупции в россии с которой они делали блестящий бизнес и тут есть куча просто огромное количество примеров такой странной политики не только естественно особенно там я мог перечислять некоторые господ которые так и политиков не только бизнесменов которые ловили рыбку да это мутной воде вот от этой порой библиотов коррупции будет очень многое зависит потому что если это это якобы ли на самом деле высокий уровень коррупции в украине будет сохраняться так 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 и международные финансовые институты скольку люди ну ну что вы себе представляете и хотите чтобы мы вам деле не вам дали деньги а потом опять пошлёте эти деньги на какие-то оффшоры и и и положите свой карман и вместо того чтобы вы потратили эти деньги я не знаю на на ну естественно первую очередь на восстановление разрушенной страны на на социальные нужды населения и так далее ну вот я я я боюсь что вот 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 этим вам уже точно скорее служить на на долгое время на большие расходы на армию без 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 этого никак не убойтесь это и иначе опять могут быть всякие авантюры со стороны россии да господин малек вот из киева теперь ходят в вену вену прямой поезд вообще-то и раньше ходил но это такой беспересадочный вагон теперь а киев ужгород естественно уж город чоп и дальше чопа вену вагон отдельно до который идет сейчас и бывает вот вену в 11 часов дня так что украина она еще ближе становится до к европе и помимо этого для зрителей скажу что теперь граждане украины которая находится на территории европейского союза они смогут не только время войны на и после войны пользоваться свободно украинскими сим-картами потому что украина вступает в единое роуминговое пространство с европейским союзом это означает что по сути вот этот реальный пример когда украина вот до этого был шенгенское пространство украина ну как шенгенского украина крыльцы могут без виза есть европейское суза теперь еще и общаться по телефону на сегодня по тем тарифам по которым общается австрийцы чехи и так далее то есть фактически те же самые условия это очень это очень хорошо потому что это упрощает жизни это такие мелочи но которые не очень важны субстантивно называется для любого человека и студента и бизнесмена и кого хочешь господин малик последний вопрос никому будет это позиция венгрии позиция венгрии она продолжает быть достаточно неоднозначные в отношении украины и по-прежнему кого орбан делать все чтобы восприниматься как такой кремлин папа там просто потому что он очень часто звучит оппозицию кремля и как бы ну является такой белой вороной европейском связи что делать ведь все-таки венгрии этой и член на 1000 европейского суза такой джокер путина в европейском сири общей евроатлантическом пространстве до венгрии наши соседей с которыми мы веками шили в одном государстве венгрии поражает нас удивлять это это очень плохо потому что в этой стране естественно как полноправный член и если на то имеет право в это во всех этих этих организациях и они добились уже смягчение каких-то каких-то санкций точнее не видения какие-то санкции которые в принципе были предусмотрены но с большинством санкций не все-таки соглашались это тоже надо сказать наверно было уже слишком много давления за стороны поселия но с другой стороны оба постоянно говорит что мы не собираемся отказаться от российского газа это короче новости для кремля и плохие новости для украины и вообще для всех которые хотят чтобы война россии против украины закончилась как можно раньше потому что венгрии покупает значит значит путинский режим получает деньги которые очень нужны сейчас ну конечно это все не зависит только от венгрии разумеется это только это один фактор из некоторых или многих коми того это тоже общеизвестно что российские компании работают над венгерской атомной электростанцией тут венгрии тоже не собирается отказаться видимо от сотрудничества с россией аргументирует о тем что это как-то якобы невозможно но чехия и словакия уже отказались например это почему-то возможно где они тоже реакторы советских типов они тоже и после разваля соцславия еще 30 лет задумывали с с госатомом ну и по что году они все-таки поняли что это невозможно положиться а венгрии говорит а нет все ну не так уж ладно это 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 очень плохо это плохо ну и надо еще сказать что санкции против российской атомной поверхности нет вовсе нету и если понимали у нас остается очень мало времени все таки есть еще один вопрос которым забыл задать но важного артикулировать посол китая франции лу шаги заявил что бывшие советские страны не имеют эффективно остался между на праве поскольку нет между на соглашение трубы материализовала и статус суверенной страны также на вопрос считать ли он крым принадлежащим украине посол китая во франции заявил что все зависит от того как воспринимать проблему добавим что это не так просто но естественно посыпались гневные реакции в особенностью от балтийских государств которых это напрямую затронуло и уже вопрос китая он будет обсуждаться на уровне европейского союза а ну вот китайский дипломат ничего просто так не говорит я в это не верю китайский дипломат он очень дисциплинированный человек то есть получается что какая-то интересная картинка макрон едет в китай и вроде бы он показывает что европа готова противовес америке договариваться с и франция как бы лоббирует этот процесс но вот подобное высказывание посла кайнерова франция а меняет картину потому что тогда все там условно игры три балтийские государства они бьют тревогу и поскольку они внутри европейского суза они все-таки заставляет европейский суз уже становиться в кванте китайскую позу да то есть провоцировать дальше углубление конфликта зачем это нужно китай на ваш взгляд ну как бы это очень напоминает российскую манеру нет мы ядерном оружии не разместим а вот в беларуси разместим чем смысл но этот вопрос я стал вашего вопроса конечно об этом вот это серьезно очень обсуждается у нас в сми ну интересно следить за этим я я не могу сказать что меня это удивляет ну это естественно кого кого я плевок в сторону макрона который только что как вы сказали был в китае и и и и там сказал президенту этой стране что он очень надеется что что он вернет путина в какой-то разумные русла на типа того но вернуть кого-то куда-то можно только только если этот когда-то там и бил в этом разумном русле на путин только никогда не бил поэтому что вообще со станет кого потом макронской стране высказывания о тайване а тоже удивляли многие ноги ну и что сейчас сказал этот посоль во франции именно во франции китайский мид как-то уже вмешивался от собственного посла и сообщила что то нет конечно мими пыль нет не узнаем вот но не но кстати у них дозаваировал за выявление о послах но они забавировал заявление посла я я хотел сказать они как-то старались прийти между словами с одной стороны а не дать и завидуют заявление своего посла и но с другой стороны все-таки успокоить вот пившие советские республики по моему мнению им это не очень удалось кого того если им было бы действовать то есть в своем китае было бы действительно спидно со это за этот за этот скандал не бьет ослали этого посла вот и не не господин алекс забудьте простыть я в это не верю вот в чем смысл вот этого провокационного заявления ну это очевидно чтобы я не я не следил вот сейчас конкретно за этим аспектом аспектом вопроса я совершенно уверен что все путинские то есть государственные российские сми и широко цитировали этого эти слова этого китайского и что они естественно интерпретируют эти слова как поддержку свои патри и стиль позиции вот извините господин малик зачем китаю поддерживать ну как бы внешний торротив россии а у китая но как бы намного больше геополитических интересов чем россии и откровенно говоря китай ты выигрывает за счет того что он сохраняет отношения конструктивность с разными партнерами это россия себя загнала в общем-то в такую латинскую дипломатию я имею ввиду дипломатию латинской америки куда южной африки куда постоянно ездит лавров а зачем китай тина сознает новым провокацию по отношению к европейским странам что понятно что балтийские стран они во первых они вызвали уже своих точнее вызвали посол кнр у себя да во вторых а ну это просто как бы это же все ложится в целом контекст происходящего агрессии против украины и сейчас любой руководитель балтийского государства понимает что если не бить тревогу завтра этих государства сольют как когда-то слили в тридцать девятом году это видимо то чего не боятся и интересно что эти по сути маленькие приватические республики особенно особенно возмущаются они по они плачьи и стране и без косни но на франции ну да и команде что-то не говорили но с другой стороны был заметно что они не хотят тут как-то в общем беспокоиться по поводу потому на почему потому что они не хотят разуслить китай вот это и это и газовная сабота не должны не должны сухой но это как как пиран 6 с путиным до до прошлого года не повторяем после те же самые ошибки на этот раз китаем и не все вкивки давно зависимости от китая по разным а что такое наш китая попытка принудить европу признать как бы не только да и уровня это факт этих трансов целостность кита включая тайвань такое может быть такой может быть но это это такие вопиюши уже двойные стандарты они все у меня говорят ой наше территориальное целостность в опасности тут есть тайвань а есть тайвань тут есть тут есть теперь есть цинкьян которые которые якобы ходят все все виды из состава китая да и и и та же самая страна другим рассказывает через своего посла во франции что у них нет никакой легитимности но это же после совершенно эти тики случай примете это это меня напоминает другой случай почему именно сегодня сегодняшнего дня как-то нет никто и ночи пригожен обвиняет о пригожен обвиняет украинские войска в военных преступлениях и указывает начиня на эти шиневские конвенции по по военному праву да ну это это после пикост предъявил что теперь никаких заложников террористы с группы вагнера брать не будут ну как я я этих людей и как китая в этом случае 10 вот такой принцип хорошо есть какие-то правила ну пусть другие соблюдают эти правила а ну понятно не будем этого тела друзьям все врагам закон и в китае и в китае видимо думать не настолько крутые настолько пашки и настолько мощные сильные что ваши правила нас не интересует совершенно можно и сам их соблюдать и соблюдать спасибо господин малик мы очень обстоятельно с вами поговорили мне очень понравился этот разговор очень благодарен уже мы зрители если вам понравился разговор сама малость которого можете сделать это первое лайк над видео 2 оставить свой комментарий под этим видео далее подписаться на канал и расширить поделиться этим видео себя в соцсетях телеграм-каналах просто отослать знакомым друзьям не поленитесь это пять минут вашего времени но не очень помогут развитию этого канала поэтому пожалуйста друзья и значит многие пишут говорят что они являются зрителями канала все видео смотрят значит есть у этого канала ядерная такая аудитория который постоянно смотрит все видео пожалуйста уважаемые друзья потрудитесь потратить на 5-10 минут своего времени но если вы разрешили разрешите каждый там десятью двадцатью вашим друзьям знакомым попросите подписаться это будет очень приличный результат по итогу так сказать завтрашнего дня когда будет видео опубликовано поэтому друзья все зависит от вас очень жду вашей поддержки а вам господин малик и говорю большое спасибо спасибо друзья что спасибо 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 Продолжение следует...